Представляете, этот пруд вышел из берегов вчера. Когда я вечером пошла на пробежку, он весь по периметру пруда, была тина, грязь, а мне кажется, там до сих пор есть. Сегодня очень тепло и очень душно на улице. А вчера, буквально вчера было градусов, наверное, 13-12. Было холодно, я ходила в куртке, а сегодня уже хочется снять с себя все. Это пясь, про которую я говорила. По ней очень неприятно ходить. Доброе утро. Один из минусов этой прически в том, что когда ты просыпаешься утром, у тебя по-любому не может быть, знаете, есть такая прическа типа социальный утренний кудрик там, ну, в общем, бывает, когда ты с длинными глазами утром просыпаешься и волосы выглядят очень, очень привлекательно. У меня такое часто бывало. Но когда ты с такой прической, самую стрижку у тебя не могут, они выглядят привлекательно. Ведь так или иначе приходится их укладывать или мыть. Мы решили выбраться погулять, потому что дома сидеть точно не вариант, а на улице вполне себе хорошая погода для того, чтобы пойти прогуляться. Еще, когда мы были в Чебоксарах, я купила Ариане вот такие кроссовки. Ну, это единственное просто, что вообще было из того, что можно было одеть в сырую погоду. И, в общем, все бы ничего, да, если бы на них не было написано сказка русским буквам. Я просто не могу, мне бесят, что на них написано сказка. Что за бред? Какая сказка. Что за поза? Ты что, медитируешь? Давай, вылезай. Давай, опа. Видите, как удобно из этой колески вышло. Куда мы идем? В мусорку? Нет. В мусорку. Так, сейчас. В мусорку не лази, доченька. Не лази. Фу. Не трогай. Правильно, не трогай. Фу. Да. Ну, не трогай. Что делать, чтобы ребенок не лазил мусорку? Ладно, дома. Дома можно закрыть, а на улице? Куда спрятать мусорку? Это вообще не твое. Это не твое. Мне я снова начала готовить. Вот здесь у меня, значит, первое, а здесь десерт. У меня оладушки. Это я делаю себе сейчас порцию, напробую. И вот бананы в карамели. Вы представляете, какая вкуснятина? Сейчас у меня карамель дойдет. Я уже готовила в разных вариациях ее. Я готовила просто карамель. Готовила карамель, которая может загустеть, и которая будет тягучая карамель. Вот у меня уже почти она доходит до нужного цвета, до нужной кондиции. И можно будет сразу выливать. Карамель надо очень осторожно, потому что она имеет свойство доходить до температуры совсем не такой, как вода. Она доходит до очень высоких температур, которыми можно не на шутку обжечься. Поэтому очень нужно аккуратно. Можно, чтобы бананы не разваривались, то есть добавлять их уже в самом конце. Можно делать карамель более темную за счет добавления тростникового сахара. Можно все, что угодно делать. А сегодня я решил попробовать именно так. Вот ни в коем случае не облизывайте ложку, иначе вы останетесь без языка на несколько дней. Доброе утро! Сегодня я проснулась очень рано и очень в таком прекрасном настроении. Единственное, что я оставила Ариана спать без подгузника. И когда я проснулась, мне было мокро. Пока я сделаю свои дела, мы немножко вернемся в прошлое. Я покажу тот день, когда у меня отстригли волосы, потому что этот день, он какой-то очень значимый для меня, потому что мне отстригли мои волосы. Я, конечно, немного записала для вас. И вот оно место, в котором сейчас свершится моя судьба. Я приехала сделать кое-что с собой. Я это делаю впервые. И меня очень сейчас колбасит. Я прям вся на нервах. Меня тошнит, меня кружится голова, меня трясутся муки. Я очень сильно переживаю. При этом я очень рада, что я сейчас иду туда и сделаю с собой то, что я хочу сделать с собой. Короче, никто не ожидал от меня такого. Я сама от себя такого не ожидала. Я просто в восторге от своей прически. Реально, уже прошло где-то пару часов, наверное, когда меня постригли. Я не ожидала сама от себя, что мне будет так нравиться моя прическа. Что-то подключит все эти. И поселение Ильменских славян. Археологи нашли брюк. Ну? Ну? Водитель. Да, поцелуемся. Давай. Ариша. Ариш, давай поцелуемся. Я недавно подсчитала, сколько раз в своей жизни я меняла место жительства. И оказалось, что эта цифра 15 раз. А может плюс-минус. Может быть, я что-то не помню. Но, блин, 15 раз я переезжала. Боже мой, я так устала. Время полночь. Я проснулась очень рада утром. И сейчас уже второй раз мы приехали за вещами. Вот это второй, так сказать, еще будет третий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok